всем привет сегодня я обрываю ежевику и буду с нее делать вино вообще можно делать вино с многих ягод и фруктов это и с вишни и с абрикоса из яблок делают из смородины но мой взгляд самое вкусное вино получается с ежевики и конечно же свином вода поэтому покажу вам пошагово как делать вино с ежевики я сейчас именно начинаю вам показывать с обрыва ягод а потом уже покажу что с ними с этими ягодами делать дальше сейчас мне нужно нарвать где-то 2 килограмма я вчера я уже сделал закваску из двух килограмм ягод посмотрел что вина будет мало тем более вот еще один куст нас пели ягоды и мы уже закрыли много и компота и варенье теперь хочу сделать вино вот посмотрите сколько у нас ежевики куча еще зеленой будет и для варенья еще до закрывать сейчас вино в общем 2 килограмма ягод нарвал я вчера и сегодня тоже хочу нарвать 2 килограмма мне много вина не надо поэтому вот 4 килограмма ягод для вина мне будет достаточно сколько получится вина посмотрим в конце в общем пока что обрываю далее будем делать вину и так я нарвал 2 килограмма ежевики а вот в кастрюле у нас смотрите здесь уже бродит вчерашняя ежевика и то что сегодня я нарвал добавлю ее во вчерашнюю я беру 2 килограмма ежевики и вот таким вот способом ее нужно все хорошенько подавить если попадается какой-то с листьев мусор в процессе давки я его выкину чтобы поменьше он там бродил ягоды я не мою потому что на поверхности ягод живут природные дрожжи и они способствовать брожению и еще самое главное хочу сказать что сегодня я буду делать эксперимент не просто ежевичное на я вино а в это вино еще добавлю виноград смотрите это уже перезревший виноград от перезбытка влаги после дождя у нас прошел дождик и он уже лопнул поэтому такой виноград кушать не пойдет а я вот здесь где-то почти килограммчик добавлю на тут два килограмма и тут два килограмма на 4 килограмма ежевики получается у меня будет вину 4 килограмма ежевики и килограмм винограда такой попробую сделать микс с добавлением винограда виноград поможет лучшему брожению и возможно какой-то вкус будет другой сюда я добавил 400 грамм сахара и сюда два килограмма и килограмм сюда добавлю 500 даже 600 грамм сахара добавлю в общем пока что перетираем ежевику ну вот смотрите какая сочная ежевика сколько тут сока в ягодах теперь смотрите сюда я высыпаю сахар с расчета на 2 килограмма ягод 400 грамм сахара все это перемешиваю вот если вы делаете такую одну порцию то на эти два килограмма ягод нужно добавить еще литр воды я беру обычную воду со скважины выливаю литр воды и все это перемешиваю и вот смотрите если вы например купили себе или у вас выросла ежевика вот два килограмма ягод 400 грамм сахара литр воды ягоды подавили смешали с сахаром долили воду расколотили и накрываем все это пленочкой или марлей и оставляем для брожения на 3-4 дня ну вполне достаточно будет трех дней ну и что потом делать через три дня я вам покажу чуть чуть дальше ну у меня сейчас это на этом не заканчивается я как уже говорил у меня есть уже вчерашнее вино который я заготовил уже бродит вот которые только что заколотил и есть виноград который я хочу также добавить что мне сейчас надо сделать я беру вот это вино вино вот эту полученную смесь и выливаю сюда которая уже бродит когда бродит мешаем все только деревянной лопаткой не железный можно железный но я деревянный вот и его размешал смотрите какая пина в эту емкость где я расколачиваю высыпаю виноград кому интересно это сорт преображение и тоже его подавлю чтобы он здесь впустил сок и конечно же быстрее начал бродить надо давить чтобы косточку не раздавить потому что косточка будет давать горечь просто давим ягоду а дальше при брожении все он перебродит и сок весь шкурка делится и все будет классно у вас такой я снимаю как вы видите в стиле все вайф один никаких там штативов поэтому возможно картинка не сильно у вас красивая смотрите как я давлю как снимаю так и снимаю кому интересно главное в этом процесс видеть как его я делаю я показываю как я его делаю а на красоту или чтобы там какие-то спецэффекты это уже не ко мне а так специалистам которые пускают целые передачи делает там все красиво готов его тоже сюда сахар здесь на расчет винограда есть тоже теперь все хорошо перемешиваем и накрываем все хорошо перемешиваем и накрываем пищевой пленкой до завтра чтобы сюда пленка для того чтобы сюда всякие пашки не попадали стоит у меня на кухне в летней кухне и там стоит будет бродить завтра я покажу надо будет перемешать сверху шапку и так один или два раза в день надо перемешивать бродить будет у меня три дня прошли уже сутки я сейчас покажу вам как бродит наше будущее вино открыл пленочку и сразу стоит запах похоже на вино смотрите какая уже образовалась шапка брожение идет полным ходом вот так в течение дня надо два три раза перемешивать чтобы верх шапки этой не закис и или не засох потом будет просто это произведет тому что будет горечь и так перемешиваем и это помогает и брожению и чтобы не было сверху закисание прям активно активно бродит наше ежевика я когда делал вино без винограда с самой ежевики то брожение конечно идет немножко слабее а так бродит очень хорошо я думаю что виноград этому помогает потому что на винограде больше на плодах диких дрожжей вот так вот бродит наше вино